Девочка-пай 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 Не обязательно ехать на край света за приключениями. В любом месте тебя ждет что-нибудь новое. Если, конечно, ты сам будешь поторапливаться, сразу заведешь себе друзей и не будешь слишком задаваться. Так думала Настя, когда приехала в подмосковное село под названием Остров. Всего-то несколько километров от Москвы, но это место стало для нее настоящим островом открытий. И не только для нее одной. Ты кто? Привет, это ты кто? Я Серафима. А где ты приехала? Из Москвы. А у нас тут, Надя, о чем-то живем. Ладно, пойдем, иди покажем наш грамм. А после храма мы пойдем в дом и попьем чайку. А уже там небо, а там река. Лиза. А это земля. У вас в Москве такой земли нет. Вот наш храм. О, там радуга, смотри. Вот тут вот и река, и все поля. Тут вот круг. Тут деревня и кладбище. Видите, а там батюшка идет. Настя, а это батюшка нашел храмы. А сейчас мы видим, видите, мы тут на Глоконе. Ух ты, смотри, как красиво. Мы здесь, как будто бы на острове. А наша сила так и называется остров. А почему? Наверное, потому что в Райцево тут был большой остров. А вокруг него были моря. Ух ты, поля похожи на зеленые волны. Есть белое море, есть красное море, а есть черное. А здесь зеленое. Еще это похоже на большой корабль. Я капитан. А что там батюшка делает? Сейчас посмотрим. Он собирается рисовать. А давай мы будем рисовать такие огромные-преогромные картины. Я рыцарь света! Я спасу облако! А-а-а! Играет музыка. Играет музыка. Ух ты! Вы настоящий художник. Я же говорил. Какие у вас разные кисточки, и большие, и маленькие. А какие у вас краски? Обыкновенный гуашь. Этими красками можно даже на забор засадать. Но только до первого дождя. А я хочу целый дом разукрасить. Точно, построить и разукрасить. Раз, два, и готово. Когда начинаешь новое дело, все тебя спрашивают, зачем это? Что ты такое делаешь? А ты притворяешься, что не слышишь. Действительно, зачем говорить раньше времени? Ведь сам еще не понимаешь, что из этого выйдет. Но точно знаешь, обязательно должна получиться какая-то новая интересная штука. Вот тогда и станет ясно. Здесь будет дверь, чтобы никто из чужих не заходил. Ты что, вся наша бумага на крышу пойдет? Ведь крыша самая главная, вдруг дождь пойдет. А я хотела сделать полы, а то будет как в сарае. Это же не походный домик, ты бы еще цветочки на обоих нарисовала. Я хотела ковры с бабочками. Открывай дверь. Дай сюда тебе любой строитель скажет, что дом надо делать с крыши. А я хочу сделать ковер. А теперь я буду делать глазок. Мало ли кто что хочет, у нас тут стройка, а я главный строитель. Я подаю. Ну вот, все поломали. И чуть все бумагу не взорвали. Кто тебе только строителем назначил? Ну ладно, тогда я ухожу, только я за это не отвечаю. Так, а кто у вас тут главный строитель? Никто. Вот и правильно. Потому что самый главный строитель, Господь Бог, Он создал такой мир, который держится до сих пор. Да, это не есть. Ну, что будем рисовать? Я буду рисовать пудик с неба. А я буду рисовать камер с бабочками. А ты, Серафим? Ну, вообще-то я бы нарисовала то, что в голову придет. А я хочу, чтобы моя дверь осталась белой. А ты не спеши, подумай. Господь Бог целых шесть дней мир создавал, а ты хочешь все сразу. А что, когда совсем ничего не было? Ни деревьев, ни облаков, ни травинок. Ты же сам сказал, ничего не было. Господь Бог сказал, да будет свет. И стал свет. И тогда Бог отделил свет от тьмы. И свет Он назвал днем, а тьму Он назвал ночью. Это было в самый первый день творения. Как у меня. Вот тьма, а вот свет. Ты всегда хочешь быть первым. А разве это плохо? На следующий день Бог создал и разделил между собою море и небо. А на третий день сотворил сушу. В Библии об этом сказано так. Назвал Бог сушу землею, а собрание Его назвал морями. И сотворил Он на земле всевозможные травы, деревья, цветы. А цветы, как у Насти. На четвертый день Бог создал все небесные светила. Луну, солнце, звезды. А в пятый день Бог создал всех зверей земных, птиц небесных, насекомых, рыб, различных морских животных. А свое самое великое, главное и любимое произведение Бог создал в шестой день сотворения мира. А не душащего дракона? Нет, человека. А что же в нем великого? Ну, то есть, герой какой-нибудь. А вы подумайте сами. Ведь только человеку Господь Бог доверил тайну сотворения мира. И в какой-то мере надеял возможность все творить. И только человек обладает даром создавать великие произведения искусства. Картины, книги, музыку. Создавать свой маленький, не похожий ни на какой другой мир. Только не нужно забывать о том, что человек творит не из пустоты, а уже из сотворенного. А вы знаете, что Бог делал в седьмой день творения? В седьмой день творения Бог отдыхал. Потому что это очень трудно сотворить такой прекрасный мир. А я не понимаю, как из такой черной земли такие цветы получаются? А я вот все думаю, какими кисточками Бог на крыльях узоры бабочкам нарисовал. Наверное, такими тоненькими-тоненькими, как травин. А я ничего не нарисовал, я слушаю. Вообще-то хорошо, что ты осталась в свою тверпелой. Получилось, как будто самое начало. Точно, как будто первый день творения. Да будет свет. Господь сказал, и отступила тень. И свет чудесный засиял наутро в первый день. И над водою он поплыл, тьму отгоняя прочь. Но свет и тьму Бог разделил. И создал день и ночь. Но было много пустоты, и вот на день второй Бог создал небо из воды и поднял над водой. На третий день Господь сказал, «Пусть явится земля». И воды разные собрал в озера и моря. Но земли новые пусты, и Бог сказал слова, «Пусть на земле растут цветы, деревья и трава». Потом в четвертый день земной В бескрайних небесах Бог создал солнышко с луной И звезды разбросал. И пусть всегда они блестят, И пусть цветы растут, Пусть в небе птицы полетят, Пусть рыбы поплывут. И стало так на пятый день. Потом, взмахнув рукой, Зверей Бог создал и людей. Был этот день шестой. Пусть будет радость и покой, Чтоб мир сиял и пел, И стало так. А в день седьмой Бог отдыхал от дел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok